Молодёжь пошла! Мне можно сесть на голову и можно насрать на голову, да? Попадала, да, в отделение полиции. Что для тебя есть дружба? Я ценю силу женскую. Сиреночка, почему в видео нет Танюши? Вы поругались? Короче, в окно ко мне залезли люди. Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Буду вот так вот крутиться вокруг. Сегодня у нас видео «Вопрос-ответ». Я, как всегда, сделала в Инстаграме пост. И как полетели, полетели ваши вопросики. И я скорее спешу на них ответить. Надеюсь, что отвечу на всех. Постараюсь отвечать кратко, но не всегда у меня это получается. Иногда некоторые вопросы так я люблю. Так люблю. Итак, давайте начнём с самого начала. Поехали. Когда новая песня? Обожаю, когда ты поёшь голос волшебный. Большое спасибо. Я каждый раз, честно говоря, радуюсь. Мне очень приятно, когда вы говорите, что у меня классный голос. Потому что я в этом смысле перфекционист. Правда. И когда мне говорят «Иди на голос» или ещё куда-то, я понимаю, что, боже, ну, я не знаю, может быть, кто-то так кому-то кажется, что я уже готова к голосу. Но лично я понимаю, что мне ещё до голоса, как до какого-то города в сложной позе. Вот. Поэтому нет. Но мне очень приятно, что даже на каком-то уровне есть отзыв в мои песни, когда я пою. Потому что для меня это, правда, очень важно. Очень приятно. Новая песня, когда... На самом деле, меня уже позвали в одну студию, и я уже к ним год. Если не больше собираюсь, они меня ждут. А я всё никак не могу найти времени, и мне нужно песню подготовить. Но она как бы есть уже подготовленная. Короче, могу сказать только скоро. Но это понятие очень растяжимое и очень относительное. Силечка, как относишься к современным кумирам, Милохину, Моргенштерну и так далее? Что думаешь о Денечке, что он будет расти в такое время? Будешь разрешать тикток. Спасибо уже очень давно с тобой, с самого начала здоровья всей твоей семьи. Большое спасибо, Виктория. Как я отношусь? Я отношусь вообще ровно, спокойно, честно. Я не восхищаюсь там до безумия, и я не испытываю какое-то отвращение или какое-то недоговорение, что такое. То есть мне не о чем говорить. Я смотрю на результаты. Молодёжь. Молодёжь, да, я уже не молодёжь. И уже могу говорить молодёжь, уже могу на лалки-семки щелкать. И говорить, молодёжь пошла, это я уже могу. Мне кажется, взрослая бабёнка. Я не вижу, честно говоря, проблем в этом. Лично для себя и для своего ребёнка. Не вижу ничего криминального страшного. Что касается поведения, воспитания. Я там смотрела передачу какую-то, где Маргер Штейн как-то себя вёл тогда. Но мне кажется, честно говоря, он вёл себя, может быть, действительно так на камеру. Если он по-настоящему себя так ведёт, мой ребёнок это увидит. Начнутся, может быть, какие-то повадки, если вдруг. Хотя муж мне говорит, не ставь ему эти песни. Ему не нравится. Но я не ставлю песни, я и сама их особо не слушаю. Но бывает какая-то там... Ну, какая-то музыка. Как дела, как дела. Заезженная, прикольная, бьёт в голову хитовая. Почему бы нет не послушать, тикток что-нибудь снять. Ну, короче, я не вижу, честно говоря, какой-то проблемы. Я буду видеть проблемы в другом. Если мой ребёнок начнёт причинять кому-то страдания, если сам он будет страдать, если у него в жизни что-то будет не получаться, и вот какие-то проблемы он будет испытывать, вот это для меня проблема. Как он будет относиться к себе и к людям. И это мы увидим потом. Поэтому, как бы сейчас, я не вижу какой-то проблемы. Мы не слушаем эти песни, мы не смотрим эти передачи. Я сама на этом не ращу, да? Не расту, или как там сказать? Ну, и ребёнка не ращу на этом всём. А когда он подрастёт и уже сам начнёт что-то выбирать, мы будем разговаривать, будем смотреть. Я думаю, что здесь от воспитания будет уже много зависеть. Нужно для своих детей быть авторитетами, чтобы он не куда-то смотрел и думал, о, кто-то там мой кумир, а в первую очередь на своих родителей смотрел и хотел быть такой, как папа, да? Такой сильный, добрый, успешный, как папа. И такой мягкой, мудрой, как мама. Ну, вы поняли, да? Родители должны стать авторитетами. Здравствуйте! Давно-давно смотрела вас на Ютубе. Потом потеряла аккаунт. И вот только нашла в Инсте. Куда делась Крис? Совсем нет фото с ней. Крис никуда не делась. Всё хорошо, но есть у нас пару фоток, по-моему, вместе. Да в последнее время, девочки, так получается, что мы встречаемся, представляете? И просто я уезжаю и говорю, девочки, мы не сняли ни одной фотографии. Мы не сняли ни одного сториз. Всё вот так, понимаете? Кувырком, бегом. И да, да, иногда приходится... Так, встретились, первым делом зачекинемся. А потом уже занимаемся своими делами. Но отчасти, с другой стороны, мне кажется, это хорошо. Это значит, что мы соскучились и в первую очередь не думаем о том, чтобы посниматься там, да? А думаем о том, чтобы поболтать и провести вместе время. Мне кажется, это хороший показатель. А так всё хорошо. Крис занимается своими делами. Я своими. Привет, Селена! Кто по национальности твой муж? Давно смотрю твои видосики. И вдруг стало интересно, ведь у сынульки имя необыкновенное. Это как-то связано или просто решили выбрать редкое имя? Просто решили выбрать редкое имя. Это единственное имя, которое понравилось нам двоим. А муж мой по национальности... Русский. Ещё хочется доченьку? Алена спрашивает. Вот, кстати, в гости я собираюсь себе пригласить Викторию Витальевну. Девочка такая вот маленькая. Лены моей подружки, доченька. Вот. Ну вот, доченька, всё. Хватит. Но, если серьёзно, на самом деле, Милка, доченька моя. У меня много детей, на самом деле. Я пока не готова. Рожать. На каком автомобиле сейчас ездите? И если будете покупать, то какое? Сейчас я езжу на Toyota Yaris. Это была мамина машина, я у неё её купила. Сейчас пока поезжу на ней и подсобираю денежки на новую. Хочу, конечно же, хотела, хотела, могу так сказать, да? Ну и хочу вообще в будущем, в идеале, мне бы хотелось Mercedes, белый Mercedes. Вот. Также я рассматриваю марки BMW и Lexus. Мне нравится. Infinity я уже на ней поездила и как-то Infinity не хочу. Я люблю разнообразие. Но мне кажется, что следующая моя машина может оказаться дальше Volkswagen. Потому что сначала я такая, нет, 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 нет. А сейчас начинаю обращать внимание. Прям такой, знаете, даже не кроссовер, а какой-то такой джипчик прям большой такой. Ну он как кроссовер, только увеличенный какой-то. Немаленький кроссовер. Volkswagen, есть модельки, которые мне очень нравятся. И бывает едет, и я такая, Volkswagen, Volkswagen. На самом деле хорошая машина, немецкая, да? И, конечно, круто там, как бы, премиальную линейку иметь, да, машины по кайфу, да? Но с другой стороны, это все деньги, да? И, ну не знаю, все по интуиции. Не знаю. И такая неопределенная с машинами особо. Как ты себя мотивируешь? Я себя мотивирую красивыми картинками в Инстаграм. Чтобы привести себя в порядок, я мотивирую себя красивыми девушками в Инстаграм. Я листаю, смотрю, боже, какая красивая, надо мне такое, да? Иду и что-то делаю, ухаживаю за собой. А чтобы снимать, тоже. Я когда вижу, что люди красиво живут, я понимаю, что нужно работать, нужно стремиться. Чем я занимаюсь, что приносит мне доход, как я могу это дело увеличить, это продолжать, генерировать идеи, снимать для вас что-то. И я делаю прямо здесь и сейчас что-то для достижения своей цели. И это меня очень мотивирует. Мои желания, цели. Добрый день, вы невероятно энергичная и позитивная. Как вы все успеваете? Честно, порой сама не знаю, как все успеваю. Ну вот, потому что, наверное, я позитивная, энергичная. И пока что такой возраст, что эта энергия еще бьет ключом. На самом деле, с каждым годом энергии убавляется. Как я буду потом себе поднимать кундалини, как говорится, да, вот эту энергию? Я не знаю, посмотрим. Я надеюсь, что эта энергия сохранится как можно дольше. Но вообще нами правят желания. Пока эти желания у меня есть, какие-то цели, я думаю, что я не остановлюсь. Как только мне уже желания не будет, знаете, да не хочу. Куда-то за границу, да не хочу. Куда-то потусоваться, да не хочу. Купить себе клевую одежду, чтобы хорошую фотосессию сделать, да не кайф. Понимаете? Вот когда эти желания все пропадут, тогда, я думаю, энергия притихнет. Здравствуйте, в каком образе себя чувствуете лучше? С длинными волосами или короткими? Все-таки блонд или шатен? Смотрю вас уже третий год, люблю вас. Спасибо большое. Конечно же, блондинка. Я всегда говорила, блондинка это мое. То есть, это то, что не буду я смотреть в зеркало и говорить, ой, что-то не то, хочу там покраситься. Нет, блонд это мое вообще. Я когда блондинка, я даже не задумываюсь о том, какой цвет я хочу или оттенок. Так вот, классический блондин, я не знаю, как сейчас вам передают цвет, мне кажется, немножечко даже желтит, как будто не такой желтый, как на картинке. Может быть, это от того, что холодный свет сейчас и желтое солнце бьет с окна. Я тут захолодила, как могла, но как получилось в итоге. Блондинка и, конечно же, длинные волосы, это очень красиво и бесспорно. Я вообще просто из зеркала не вылазю, как говорится, да. Поэтому сейчас смотрю на короткие волосы, думаю, ну, обстрелыш какой-то, да. Смотрю на коричневые волосы, думаю, мрачно как-то. Ну, понимаете, да. А вообще я люблю себя такой, какая я есть, ну, вот сейчас, да. Вот я сейчас есть, я себя буду любить. Я, если подстригу волосы, я тоже смотрю в зеркало, я люблю. Ну, если уж совсем меня не запортачат там стрижку, я могу смотреть на себя. Вот когда у меня лесенка была, я смотрела на себя, думаю, боже, какой кошмар, надо что-то изменить. А так, в целом, я всегда довольна. Просто мне быстро все надоедает. Следующий вопрос. Ты говорила как-то, чтобы понять, твой это мужчина или нет, ты ему задавала вопросы. Какие? Расскажи. Слушайте, нет у меня каких-то определенных вопросов. Я просто, когда знакомилась с человеком, у меня изнутри шло желание узнать о нем побольше, да. Особенно, что касается взаимоотношений, каких-то взглядов. Но это не было, знаете, как допроса. Ты знакомишься с человеком, да, и такой допрос какой-то ему устраиваешь. Так, вот это вот сколько? Нет. Просто вы общаетесь, и ты видишь, например, человек где-то зажат, или сказать, ну, там, ты что там нервничаешь, там, да, там, а почему вот, да. И оно одно из другого выходит, человек тебе что-то говорит, как-то говорит, ты на это обращаешь внимание, задаешь соответствующий вопрос. Мне кажется, что я была бы очень хорошим следователем, да, или юристом была бы очень хорошим. У меня даже где-то, по-моему, в натальной карте есть такое, что мои такие профессии, потому что у меня такой ум пытливый, да. Мне хочется все узнать, раскопать, логические цепочки какие-то, вот. Поэтому мне просто было интересно, и что в голову мне приходило вот в данный момент, мне хочется узнать о человеке, исходя из его внешности и поведения. То я и спрашивала. Но если в общем-то, да, то я, ну, как-то, как-то мне сразу было интересно узнать о прошлых отношениях человека, например, да, сколько ему лет, и где он работает, сколько он зарабатывает. Ну, это такой должен быть очень тактичный вопрос, то есть такой, знаете, ненавязчивый, не с целью, сколько ты зарабатываешь, чтобы я посчитала там свои расходы, нет, а именно просто интересно, потому что я тоже всегда в поиске себя. Мне интересно, чем люди занимаются, да, и какой доход это может приносить, точки, то есть с другой точки зрения, да, и этот человек чувствует, с какой целью, почему ты задаешь этот вопрос. Потому что я, в принципе, достаточно открыта, когда мне задают такой вопрос, сколько ты зарабатываешь, да, ну, не в лоб так, а сколько зарабатываешь, а вот просто, допустим, люди интересуются, интересуются блогерством, да, и также мимолетом спрашивают, интересно, а сколько блогерство приносит денег, да, или вообще оно приносит, да, или от чего зависит заработок там в ютубе, да. И человек тогда может приводить себя в пример, говорить свои какие-то относительные доходы, из чего они складываются и так далее. И я считаю, что это вполне себе тактично, особенно если вы познакомились и узнаёте друг друга. А что касается бывших отношений, то это всегда. Отношения с родителями, если дети, какие отношения, помогает ли человек. И, в общем, остальные вопросы все складываются из его ответов. Селена, что ты делаешь для того, чтобы не грустить по мужу, когда вы не рядом? Я уже отвечала на подобные вопросы. У меня нет такого, что я грущу. Что делать, заниматься чем-то? Нужно заниматься, развиваться, идти целью. И точно так же мужчина ваш тоже должен развиваться, заниматься, идти вместе с какой-то одной цели. Когда у вас есть одна цель, к которой вы идёте, мне кажется, ну и есть взаимопонимание обязательно в отношениях, то, в принципе, все эти расставания, они пролетят очень быстро. Прошло уже больше шести лет. И я их не почувствовала, что вот шесть лет, я там в ожидании чего-то. Нет. И всё нормально. Я не грущу, мне некогда. Мне некогда поесть, а вы говорите о грустинке какой-то. Нет, мы всегда на связи, как бы всё хорошо. Поэтому вот за эту грусть я не знаю, что делать. Займите себя чем-нибудь. Селена, как видишь свою жизнь через 5-10 лет? Через 5-10 лет? Ой, я вижу, что мы с мужем вместе с Денечкой, мы путешествуем, какие-то планы. Не знаю, я не загадываю, честно говоря, так далеко. Я даже не скажу вам даже так, что через 5-10 лет вижу. Да я уже через год вижу, что у нас всё зашибись, круто. У нас там денег валом, что хотим, то и делаем. Понимаете? И каждый год я к этому стремлюсь. Поэтому 5-10 лет, наверное, это очень далеко. Главное, что через 5-10 лет я чувствую себя такой же счастливой, а может даже ещё и счастливее, как сейчас. Это главное. И не важно, что у меня будет. Какая мечта, цель на ближайшие полгода? Ой, ну, хочу закончить ремонт, доделать балкон, плентуса, все дела. Об этом я вам говорю, да. Ботокс хочу сделать впервые, ни разу не делала. Это из красоты, да. Подзагореть чуть-чуть хочу. Хочу поехать к Дениной бабушке по памятной линии. В другую страну. Ну, вот такие вот небольшие планы на ближайшие полгода, да. Виктория задаёт вопрос. Ой, сколько Викторий-то у нас, да. Считается ли мелкая ссора с подругой для вас слишком значимой? Слушайте, но понятие мелкое относительное. Для кого-то мелкое, для кого-то нет. Я считаю, что вообще многие вещи складываются из мелочей. Я вообще человек такой, что обращаю внимание на мелочи. Вот, но иногда бывает, я их пропускаю. Особенно, если касается близких людей. Да, и мне можно сесть на голову. Можно сесть на голову, свесить ножки и ещё насрать мне можно на голову. Вот. И я могу не заметить мелочи. Но на самом деле, мелочи важны. Важны не только мелкие ссоры, но важно качество этой ссоры. По какому поводу? По какому поводу, да. То есть, если, допустим, это какая-то мелочь, типа там кто-то не заправил кровать, я не знаю, у кого там плохое настроение, и там как-то, может быть, резко где-то ответил, там, да, это одно. Вот. А другое дело, что, может быть, какая-то претензия там, да, прозвучала у человека, да, там, или там вообще он там сказал какую-то фразу, которая просто там, я не знаю, ну, я не знаю, там, какая-то фраза, которая просто говорит о личности человека, да, о том, какой он там гнилой на самом деле внутри. Мелочь, мелочь, казалось бы, но эта мелочь может очень хорошо раскрыть человека. Поэтому, да, я считаю, что мелкие ссоры могут быть очень значимы, смотря какие ссоры. Что хотелось бы в себе поменять, какие качества? Я бы хотела, я бы хотела... Мне кажется, я все-таки наивная в каких-то вещах. Я наивная, и в некоторых вещах могу быть невнимательной. Я, в принципе, достаточно внимательна, особенно к новым людям, да, то есть там вообще... Вот, но есть в моих качествах каких-то внутренних погрешности, что я вот не все могу уследить. Я, ну вот как я вам говорю, да, что мне можно сесть на голову, и можно насрать на голову, да, а я могу не заметить такие моменты, когда там мне уже откусили пальчик, знаете, как говорят, там, да, и пальчик, потом руку, потом локоть, да, и в итоге... И в итоге потом что-то серьезное происходит, да. И вот что касается близких людей, я вот эти моменты не замечаю. Пальчик, локоть, руку, вот. А я бы хотела замечать, потому что, наверное, чем раньше я буду это замечать, да, с близкими людьми, ну, тем, наверное, проще решить эту проблему. А я, получается, не замечаю, не замечаю, а потом, когда уже что-то серьезное происходит, происходит взрыв, да, и уже дороги назад нет. Поэтому вот так. Хотелось бы еще с внимательностью со своей поработать. Так, город мечты. В каком городе или в какой стране чувствуешь себя уютнее всего? Да здесь. Сейчас я чувствую себя здесь уютнее всего. Ростов-на-Дону, Россия. Как бы вы описали себя? Слушайте, ну я львица по знаку зодиака, я такая самолюбивая, и, конечно, я бы описала себя всеми прекрасными словами на свете. Попадала ли когда-нибудь в отделение полиции? Если да, расскажи, как и что. Была ситуация, только не меня привели в полицию там, да, что я что-то сделала. Такого не было. И когда я жила в частной квартире, помните, ко мне в окно залезли. Я не знаю, снимала, кстати, это или нет. Рассказывала или нет. Ко мне в окно, когда я не ночевала дома, помню, в гостях была. Я не помню, где, кстати. Короче, в окно ко мне залезли люди. Представляете? Они как-то выломали, открыли там окно. Украли что-то или не украли? Я, короче, не помню. Больше всего просто, знаете, в этой ситуации страшно, что, допустим, выключен был... А если бы я была дома? Выключен был свет, да, и такие моменты. А если бы я была дома, спала с ребёнком, и вот кто-то заходит там в частный двор наш, да, открывает это окно? Это вообще вот ужасно. И я вот хотела узнать просто, кто это, чтобы поймали людей, кто такое делает. Так, следующий вопрос. У вас с первого раза получились такие симметричные губы? Хочу увеличить, но боюсь. Я вам сразу скажу, у меня не симметричные губы, и они у меня симметричные, и я хожу делать губы для того, чтобы они были симметричными. И я вот прихожу, мне делают их хоть немного симметричными, и потом через какое-то время снова гель рассасывается, и они снова не симметричные. Поэтому... Вот. А по поводу увеличения губ, ну, думайте, решайте. Сами, иметь или не иметь. Планируете ли серьезные изменения во внешности? Ну, длинные волосы – это серьезные изменения во внешности? Ботокс – серьезные изменения во внешности? Думаю, нет. Любите свой город? Переехали бы в другой. Пока не переехала бы ни в какой другой. Люблю свой город. Что для тебя есть дружба? Китти спрашивает. Что нужно делать и как себя вести или не вести, чтобы дружить с тобой? И если, например, у подруги какие-то жизненные радости, покупки, улучшения внешности, ты не можешь порадоваться за подругу, искренне поддержать? Или все-таки можешь? Так вопрос поставлен, как будто я не могу, да? Слушайте, для меня вообще, мои друзья… Так, давайте сначала. Что для тебя есть дружба? Дружба – это, я не знаю, друзья, они как родственники. Это те люди, которым ты всегда придешь на помощь, для которых тебе не жалко своего времени. Даже если тебе трудно его найти, ты все равно для них выгрызешь свое время, подаришь свое время им, порадуешь чем-нибудь им. Друзья – это те, кому хочется дарить подарки, с которыми хочется проводить время, куда-то вместе поехать, отметить какие-то вместе праздники, с которыми просто классно. И должно быть обязательно взаимопонимание, взаимоуважение. Вот. Что нужно делать, как себя вести или не вести, чтобы дружить с тобой? В первую очередь нужно быть собой. Я думаю, что я почувствую неискренность, особенно от малознакомого человека. Вот. Но в целом я люблю людей тактичных, внимательных, заботливых, добрых, умных, принципиальных. Принципиальных. Когда я вижу беспринципных людей, честно, я их боюсь. Я очень люблю принципиальных людей. Вот. И я ценю, я ценю какую-то внутреннюю силу, стержень, целеустремленность, доброту, бескорыстность, щедрость. Вот такие качества. Вот. Специально ничего не нужно делать, чтобы со мной дружить. И я радоваться, я вообще в первую очередь, я вообще, честно говоря, ну, конечно, это чувство зависти, я знаю, что это за чувство зависти. Оно в целом мне знакомо. Вот. Но это не то чувство, которое заставляет меня как-то чувствовать себя плохо, заставляет меня делать какие-то дела, там, не знаю, там, что-то кому-то доказать. То есть, это чувство, оно мне знакомо, но оно не имеет во мне энергии. Я с удовольствием, я не то, что даже могу порадоваться за своего друга, его успехом, даже если эти успехи лучше моих. Более того, я своим друзьям всегда помогаю, если у меня есть какая-то возможность помочь им в чём-то, я всегда им помогаю, даже где-то с надеждой на то, что у них будет лучше, чем у меня, и потом они, помогут мне. То есть, я хочу, чтобы у моих друзей всё было хорошо. И если будет лучше, чем у меня, я буду только рада. Если это мои друзья, конечно же, да, я всегда поддержу, порадуюсь, потому что, ну, не знаю, если мы все вместе, радость у моего друга, радость у меня. Радость у меня, радость у моего друга. Это примерно, как, знаете, всё, что есть у меня, всё моё твоё, да, знаете, как с другом, да, то есть, если я живу в классных условиях, то это значит, что мой друг может прийти ко мне всегда, я не знаю, там, искупаться, если надо, если надо пожить какое-то время, там, да, перекантоваться, я не знаю, если у меня есть много денег, то, конечно же, моему другу, кому нужно, всегда это дело перепадёт, какие-то подарки, я не знаю, какие-то поездки, я без проблем, как бы, люблю делать дорогие подарки, там, да, и так далее, как бы, ну, это всё так взаимно, естественно, не знаю, вот, а не радоваться за своих близких друзей, это вообще, вот это чувство мне незнакомо, когда ты не радуешься за свои, что тебя что-то внутри так гложет, у человека получается, вот я представляю, да, Кристина, например, купила дом, и я такая, дом купила, а у неё дом, я тоже хочу дом, а у меня квартира, блин, ну, вот, вообще, нет, я даже не понимаю, я даже не понимаю, как это нужно, что нужно внутри испытывать, и по какому поводу я вообще должна расстраиваться внутри, что у моего друга всё хорошо, я не понимаю вот этого, поэтому, я могу порадоваться искренне, я не могу не порадоваться, вот, я не могу не поддержать, вот это я не могу, а поддержать и порадоваться, это я могу. Селена, привет, до сих пор вспоминаю ваше видео с Европы, когда вы ездили вместе с Крис, хочу спросить, планируете ли ещё подобный тур по европейским городам, заранее спасибо за ответ, я где-то в голове планирую, это да, но чётко ещё не знаю когда, очень мне хочется ещё попутешествовать, да. Селена, расскажи, пожалуйста, как живётся в новостройке, сильно ли мешают звуки ремонтов от соседей? Слушайте, я, несмотря на то, что блогер, снимаю постоянно дома, и бывает целый день это дело занимает, ну вот сегодня пятница, да, и вот я села, вам снимают, тишина как бы, да, днём я там выехала, ну как бы, меня не напрягает, бывает иногда, бывает, да, то есть вот в целом я не могу сказать, о новостройка, вот это вот, ну то есть я успеваю даже снимать, бывает, да, бывают не попадают какие-то моменты, но у нас такое интересное расположение, что даже я встретила своего соседа, сейчас, да, у нас там стояла коляска всё время, возле квартиры, и я такая думаю, скоро дети, скоро дети, и всё, вы представляете, сколько мы уже живём, вот вместе, напротив квартира, и я не видела, он говорит, а я встретила его, и говорю, ну скоро дети, я говорю, или есть уже, коляска исчезла, просто говорю, наверное, всё уже, скоро будет ребёнок, а он говорит, уже как полгода ребёнок у нас, понимаете, вот, то есть у нас такое расположение, и такая слышимость, что, ну я слышу только соседей, наверное, сверху, даже снизу, которые я не слышу, сверху только соседей слышу, и всё, больше у меня ни с кем не соприкасаются, кроме вот соседей напротив, одна стенка только в спальне, но я не слышу, я не слышу ребёнка, я не слышу их разговоров, то есть, и ремонт меня не напрягает, я умудряюсь даже снимать для вас. В чём заключается красота девушки, по вашему мнению? Ну, конечно, в первую очередь, как и мужчины обращают на всё внимание, да, я тоже обращаю внимание на внешность, это первое, это первое, что идёт, красота, красота, ну, не знаю, что касается внешности красоты, это всё относительно очень, да, я люблю длинноволосых девчонок, там, да, я люблю кукольные лица, ну, как у меня примерно, я люблю, что вам сказать, я не знаю, я люблю худеньких девочек, да, то есть, ну, не знаю, какие-то такие девчонки с картинки, да, по мне это красиво, мне нравится, я подписываюсь на таких инстадевочек красивых, да, любуюсь ими, смотрю, что-то там для себя беру, там, да, увидела длинные волосы, думаю, и захотела тоже длинные волосы, там, девочка есть одна, мне нравится, в инстаграме, да, и там, раз смотрю, загорела, я думаю, пора подзагореть, да, то есть, ну, это мотивирует меня так, это внешне, что касается красоты, но есть какие-то такие вот, да, приятные, но немаловажно, немаловажно, потому что это внешняя красота, ты увидел, человек открыл рот, или как-то себя повел, все, как меркнет внешность, когда человек внутри пустой, а если он еще не просто пустой, а еще и гнилой, такое тоже бывает, он становится просто внешним уродом, я вам серьезно говорю, я сама не знала, но когда наблюдала, сама не знала, что так оно, но когда наблюдала, я замечаю за собой, как внешность меркнет, когда ты пустой, гнилой человек, с какими-то такими не очень приятными и хорошими качествами, да, но зато бывает, человек внешне, вообще, ты бы посмотрел на него, да, и он бы тебя никак не зацепил, но вдруг сводит вас судьба, и ты начинаешь общаться с этим человеком, просто, да, и человек открывает рот, ты влюбляешься, потому что этот поток, энергия, она может заполнять все пространство, она может транслировать такое невероятно красивое лицо из-за этой энергетики, понимаете, а смотришь, да у нее и волосы, и кудри классные, блин, я знаю, о чем я говорю, потому что однажды я была на лекции буддийской учительницы, и учительница эта взрослая, ей уже за 50, она невысокого роста, ну, видно уже по ней, что, да, она взрослая, она очень своеобразной внешности, у нее какая-то была химия, она темненькая химия, короткая стреля, длинный носик, такой прям был длинненький, такой острый носик, да, и она такая ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, я влюбилась, я влюбилась, я в первый раз увидела человека, я даже помню, я встречалась тогда с парнем, я его приревновала к ней, понимаете, я такая вся красавица, и не считаю себя глупой, девчонки, но я увидела, ее Жужа звали, может быть, кто-то смотрит меня, кто был тоже на лекции Жужи, кто-то из моих знакомых, да, я когда ее увидела, когда она начала вести лекцию, боже, что у нее внутри, я сейчас расплачу, девочки, это такая красота, это такая энергия, она заполонила все пространство, я смотрела на нее, открыв рот, я не могу об этом молчать, это те вопросы, о которых я могу говорить долго, я открыла рот просто, и она взрослая женщина, за 50 уже точно, ей где-то около 50 было, невысокого роста, да, там, мои роскошные там блонт, длинные волосы я тогда была, да, и ее коротенькие кудряшки, да, моя худоба, пресс там, загоревшая за собой, следила там, губки там, все дела, и она ничего с собой не делала, вот как есть, так есть, вижу, вижу, как мой парень тоже на нее смотрит, как у него горят глаза, я уверена, что просто все мужчины, просто ее хотели, и даже, знаете, не сказать, что как женщину, а просто хотели ее как человека, и даже, наверное, не задумывались, как женщину, не как женщина, она такая невероятная, она невероятная, она хохотала, там, где мы заморачиваемся над какими-то вещами, знаете, там, ревность, еще что-то, она все это говорила, мы разговаривали о ревности, и она хохотала, она хохотала, как будто, знаете, вот в пространство, всем этим эмоциям, всему этому миру относительно, у нее такой смех был, он просто пронизывал до низу, короче, я ревновала, я увидела невероятного красивого человека внутри, и она красивой стала снаружи для меня, сразу, как только открыла рот, поэтому это работает, и это очень важно, красота внутренняя намного важнее внешней, так, девочки, был небольшой перерыв, я сходила с Денечкой, за Денечкой в садик, привела его, так что он там тихонечко мультики смотрит, а мы с вами продолжим, так, в какой стране хочешь жить, я хочу жить в России, мне здесь нравится, но еще бы рассмотрела какие-нибудь страны, чтобы там была дача, или просто возможность путешествовать по Европе, я еще не нашла какую-то другую страну, как второй дом, знаете, так, бывали ли в твоей жизни времена, когда катастрофически не хватало денег, бывали времена, когда их просто не было, даже их не то, что не хватало, просто не было, это как раз таки период, вот, моего детства, да, когда мама работала на нескольких работах, чтобы нас прокормить как-то, да, ну и мы там подзарабатывали, как только была возможность подзаработать, на каникулы летние, или еще что-то, мы всегда ходили, зарабатывали, и, знаете, не то, что не хватало денег, ну, ты чувствовал, что ты далеко, далеко не все можешь, не то, что не все, ты вообще ничего себе не можешь купить, толком позволить, радуешь себя какими-то мелочами, блин, и то радуешься, ну, как-то, не знаю, с детства так привыкла радоваться мелочам, так, смотрю, чтобы все эти работали микрофоны, так, ну, в сознательной жизни, когда я уже сама себе начала зарабатывать денег, и так далее, такого не было, нет, когда я уже сознательно начала зарабатывать, уже переехала в Москву, как-то вот, не помню такого момента, чтобы хоть раз было такое, что мне катастрофически не хватало денег, я всегда как-то хорошо получалось, все нормально с деньгами получалось. У вас прекрасные отношения с мамой, вы классные, есть ли какие-то темы, которые вы никогда не затрагивали, можете свободно обсуждать тему взрослую, легко, да, можем обсуждать тему взрослую, причем, 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 что у меня акцент какой-то, раньше мы вообще обсуждали эту тему взрослую, когда у моей мамы был тоже мужчина, да, когда она встречалась с кем-то, ну, как-то без проблем, причем, когда я была вообще помладше, помоложе, когда у меня только все начиналось, как-то, ну, да, мы без проблем обсуждали эту тему, но сейчас как бы нет смысла обсуждать эту тему, мне нечего в этой теме рассказывать, как бы, и посвящать вообще людей какие-то взрослые темы там, да, и, так понимаю, интимные, наверное, вы имеете в виду, да, вот, ну, и как бы, я вообще сейчас, ну, как бы, может быть, когда я была молодая, были какие-то вопросы, непонимания, и мне нужно было у кого-то спросить, а у кого я спрошу, конечно, в первую очередь у своей мамы, и, конечно же, она открыто обо всем мне рассказывала, а сейчас, как бы, как-то и нет смысла эту тему поднимать. Селена, какие главные мужские качества ты хотела бы привить, и прививаешь дынечки? Главные мужские качества — это все качества моего мужа. Открытость, доброта, щедрость, целеустремленность, гибкость, ума, открытость к чему-то новому, к изучению чего-то нового, целеустремленность, говорила, нет? Вот, любовь вообще, любовь к жизни, любовь к людям, ну, в общем, все прекрасное, все прекрасное. Я думаю, что я постараюсь, мы постараемся с мужем это все ему передать. Вот хороший вопрос, какое у тебя образование? Ой, образование у меня, ну, на самом деле, как бы, образование, ну, образование, я вообще не люблю говорить об образовании, ничего о нем говорить, как бы, я не работаю по образованию, поэтому мое образование вообще смысла не имеет для обсуждения. Ну, а вообще я училась в профессиональном училище, ПТУ-13, у нас в Ростове-на-Дону. Прекрасное место, прекрасные преподаватели, которые, наша, ну, как там, наша мастачка, да, мастер, мастачка, это мама мне как-то, мастачка, мастер, наша мастер, наш руководитель, который вел нас по пути, прекрасный человек, отличный, до сих пор я помню, жалко встречи мы сейчас не организовываем никакие, я бы с удовольствием с ней увиделась и пообщалась. Прекрасно провела там время, отличный женский коллектив, я училась на секретаря референта, и это было одно из прекрасных времени, препровождения, вот, отличное место, в общем. Я получила там образование секретарь-референт, вот, нас учили дело производству, на компьютере работать, в общем-то быть секретарями, мне тогда казалось, что, о, вот она классная профессия быть секретарем, сидеть в каком-то классном офисе, вообще я тогда не знала, на кого хочу учиться, кем хочу быть, поэтому пошла, то, что было недалеко от дома, и там, где не нужно было сильно сдавать какие-то экзамены, вступительные, знаете, то есть какие-то требования, просто профессиональные учились, просто получить профессию, вот. Далее я уже захотела что-то посерьезнее, я реально захотела высшее образование, и в Москве я поступила в институт Выгодского, в РГГУ, Российский государственный гуманитарный университет, поступила сама на вечернее отделение, потому что я тогда работала еще периодически, ну и вообще утром я не хотела вставать, и мне было удобно заниматься вечером, вот, поэтому я поступила на вечернее отделение, сдала экзамены, поступила сама, вот, и отучилась два года, и когда уже сдала все экзамены, чтобы перейти на третий курс, я ушла оттуда, вот, я взяла академсправку, мне все сказали, возьми академсправку, хотя, девочки, честно говоря, я за два года за эти, я поняла, что я не хочу быть клиническим психологом, я не хочу работать по этой профессии, а вот как раз такие стуки начались, слышите, ремонтные, ну, я надеюсь, они не сильно напрягают, там, постукивает и постукивает, вот, и, но пока я училась два года, я поняла, что я не хочу быть клиническим психологом, я не хочу работать по этой профессии, да, работать, как бы, с клиникой, там, да, на грани, но некоторые предметы мне были очень интересны, поэтому пока я училась на клинического психолога, я за это время прошла курсы эриксоновского гипноза, и мне выдали сертификат, диплом, практика, что у меня практика даже была, то есть я практикующий, практикующий эриксоновский гипноз, то есть меня научили вводить людей в гипноз, лечить их какие-то проблемы внутренние, да, освобождать, в общем, работать с подсознанием, и у меня имеется даже где-то диплом по этому поводу, так что я могу работать психологом, но я не хочу этого делать, не хочу этим заниматься, у меня в жизни есть более другие интересы, также у меня есть диплом, сертификат, то, что я мастер по маникюру, педикюру и наращиванию ногтей гелем, вот, и то же самое у меня есть практика и опыт, я работала, считается это образование, я работала по этому поводу, и как бы я тоже поняла, что это не мое, я не хочу зарабатывать этим деньги, потому что это тяжело, ну что ж такое, е-мое, вечер уже без пятнадцати семь, я поняла, что это не мое, я вообще человек, который не любит кропотливую работу, где надо кропотать, знаете, там, бисером вышивать, или наращивать ресницы, или пилить ногти, для меня это тяжело, и я отказалась от этого легко и просто, какие еще у меня дипломы, и образование, я уже не помню, честно говоря, но если покопаться, то дофига всего есть, говоря, мне не важно вообще, какое образование у человека, лишь бы он человек был хороший, планируешь ли ты еще татуировки, если будет еще ребенок, будет ли тату с именем, ну, конечно, чтобы было не обидно, я сделаю, конечно же, татуировку с именем второго ребенка, если он будет, Селена, здравствуйте, помните, вы говорили, что когда купите диван, то пригласите в гости свою свекровь, да, помню, но мне кажется, быстрее мы поедем к свекрови, чем она к нам, вот, ну, да, в принципе, я помню, да, но пока что, вот, не сложились пока что еще условия, чтобы пригласить, но мы это обсудим, я думаю, в ближайшее время, кто к кому поедет, сейчас лето начинается, свекровь у меня живет, где тепло и классно, и море, поэтому мне кажется, мы быстрее туда поедем, вот, ну, и заодно предложим свекрови приехать к нам в гости, если будет хотеться, просто там море, там классно, где она живет, а у нас здесь как бы город и суета, поэтому, я даже не знаю, чем ее можно заманить сюда, мне кажется, им заманить нас, быстрее, кто из близких зовет тебя Селена и за кадров, мой любимый зовет меня Селеной, Кристина называет меня Селена Ивановна, это она придумала вообще, это она впервые назвала меня Селена Ивановна, мне так понравилось, и я вот иногда тоже сама себя называю, там, в шутку, там, в мамином влоге тоже, если помните, ой, кто-то такой красивый, Селена Ивановна, вот, так что Кристинка у меня мастер на выдумки, вот каких-то таких смешных словосочетаний с именем. Селена, привет, как ты считаешь, есть ли некие сроки, когда нужно иметь детей, ну, например, 20 лета рано, 40 это поздно, а вот 25 самое то, что ты думаешь по этому поводу? И подстраивалась ли ты под эти сроки? Да, я родила именно тогда, когда я планировала, у меня были определенные взгляды на это дело, и с детства как-то были, потому что одна мамина подруга сказала мне, гуляй и рожай где-то к 30 годам, вот, как-то оно запомнилось мне с детства, с 11 лет, наверное, как-то она так сказала мне, или 13 мне было, я не помню, но у меня это отложилось. Сейчас, конечно, у меня есть свой взгляд на эту тему, я считаю, что в 20, ну, если вот планировать сознательно, да, вообще, если женщина готова внутренне, она считает, что она готова к тому, чтобы отдавать всю себя, и немного на какое-то время забыть вообще про себя, потому что дети отнимают много энергии, внимания и так далее, то если она готова в каком-то молодом возрасте или взрослом, то это как бы, главное, чтобы она понимала, к чему она готовится, да, и готова ли она конкретно, к этому, то это может быть любой, в принципе, возраст, да, но если вот так вот подгадывать и планировать, как я, например, да, там с 13 лет, то я считаю, что нужно нагуляться, да, ну, опять же, у всех свой образ жизни, и кто-то вообще, в принципе, не гуляет, сидит дома за учебниками, ему и не надо гулять, хотя бывают к 30-40 годам, потом вот эти все люди, которые не гуляли в молодости, вдруг что-то прорывается, и они начинают гулять, поэтому этот момент нужно внимательно изучить, в общем-то, я считаю, ну, вот если судя по себе, то я считала, что да, мне нужно нагуляться, как следует, да, погулять, понять, помудреть, поумнеть, набить каких-то шишек, набраться опыта, да, и в 30 лет, примерно в этом возрасте, уже просыпается материнский инстинкт, вот так я вам скажу, но лично у меня он начал просыпаться, и у девушек вообще, у моих знакомых, подруг, я вот вижу, что где-то в этом возрасте просыпается материнский инстинкт, хорошо, если будет молодой человек, в котором вы видите отца своих детей, у вас есть взаимопонимание, то я думаю, что это какая-то золотая середина, когда хорошо иметь детей, у вас еще не иссякла вся энергия, да, и вы еще считаетесь молодой мамой, мне кажется, хотя для кого-то уже считается старородящая, там, по этим медицинским показателям, да, ну, а в 40, вот, например, мне кажется, что в 40 уже будет тяжеловато, тяжеловато просто даже энергии, но если, конечно, женщина с драйвом такая, то ей будет нормально, но вообще, вот, я даже по себе уже чувствую, что уже не так, уже ты не можешь до 3 часов ночи веселиться где-то в клубе, ты уже там к 12 спать хочешь, да, тебе бы уже телевизор посмотреть, печеньки поесть, чем где-то поскакать и поплясать, то есть, энергия уже не та, ну, и, соответственно, 40 тебе ты, пока рожаешь, во-первых, организм уже тоже, да, там устает где-то, и плюс поднимать детей, надо еще иметь тоже много энергии, и уже там ему 10 лет, он еще маленький там и хочет, а тебе уже 50, как бы, да, и ты уже хочешь, блин, отдохнуть, вот, что-то такое, поэтому мне кажется, 30 лет, классно, когда ты нагулялся, в 25, мне кажется, еще не нагулялся, если честно, но у каждого своя жизнь, свое, как бы, да, кто-то может уже к 25 годам там все поперепробовал и сказал, все, боже, хочу отдохнуть, уже кто-то в 25 начинает стареть, чувствует, что он стареет, поэтому, в общем-то так, а так все индивидуально, когда будет видос с Крис, скоро, планируем, добрый день, расскажите, меняли ли вы фамилию после замужества, да, я меняла после замужества фамилию, потом, как только мы развелись, я сразу же от этой фамилии избавилась, и у меня девичья фамилия, вот так вот, ну, а кто, кто, чью фамилию носит, и так далее, я не буду распространяться, ладно, по фамилиям, и кто чью носит, меняется ли судьба, после изменения имени, или фамилии, думаю, нет, я думаю, что если вы хотите, чтобы она поменялась после изменения, она поменяется, а не хотите, не поменяется, чего ты боишься больше всего? Ну, с появлением ребенка, конечно же, ребенок, это самое золотишко твое, самое вообще ненаглядное, что есть в мире, и ты больше всего боишься, там, я не знаю, чтобы что-то случилось, и, короче, страшно говорить даже об этом, я думаю, любая мать меня поймет, что вас чаще всего расстраивает? Человеческая глупость, как ты относишься к хейту, я никак не отношусь к хейту, я стараюсь людей не хейтить, не то, что я же стараюсь, вот вообще в ютубе, комментарии, я никого не хейтю, я либо смотрю, мне нравится человек, и я напишу ему что-то доброе, либо я просто не смотрю, к моим хейтерам, ну, я как бы вижу посыл, от чего, куда, и зачем мне человек пишет, да ничего, я просто блокирую, кто мне не нравится, и все, что хочу, то и делаю, мой канал, от каких дурных привычек вы хотели бы отказаться? Не знаю, мне кажется, у меня нет каких-то дурных привычек, прям вот дурных, каким был лучший день в вашей жизни, почему вы так считаете? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что счастливых дней было очень много в моей жизни, и мне кажется, если я один какой-то выделю счастливый день, то какие-то другие, значит, уже не такие счастливые, поэтому я не буду выделять много дней счастливых, рождение моего ребенка, встреча с моим любимым, тот день, когда я узнала, что я беременная, тот день, когда я осознала, что у меня появился мужчина, от которого я хочу ребенка, я не знаю, тот день, когда я нашла себя, тот день, когда я встретилась с буддизмом, со своим учителем, короче, много всего. Планируете ли вы расписаться с вашим мужчиной? Да, конечно. В планах есть. Вот у меня интересует один лишь вопрос, Елена пишет, а мама Чоли, вот сколько смотрю, такая роскошная, красивая, добрая женщина, и одна, почему нет второй половинки? Потому что маме вторая половинка не нужна. В определенный момент своей жизни она приняла решение, что если не получается строить отношения, решения с мужчинами, лучше их вообще не строить. И сама себя она сделает намного счастливее. А как-то вот с кем-то, если то она вот что-то несчастная какая-то становится. Поэтому она приняла решение, нафиг мне никто не нужен, я сама о себе позабочусь. И все, и она не одна, у нее есть мы, прекрасные дети, у нее есть замечательные внуки, вот, семья. Ей хватает с головой. Ей бы наоборот дали бы ей отдохнуть, вот, а мы ей не даем отдыхать, и уж она одинокой, или одной себя точно не считает. Она наоборот себя считает не одной, она бы с удовольствием хотела бы побыть немного одна, мне кажется. Какой момент в вашей жизни оказался переломным? Встреча с буддистским взглядом, встреча с моим учителем, это был очень переломный момент жизни, эта жизнь разделилась на до и после. Это такой первый, серьезный перелом в моей жизни, да, сознание и вообще смысла жизни. Представляете, я жила без смысла жизни, а потом у меня появился смысл жизни, и это окрасило всю мою жизнь, и до сих пор окрашивает в яркие краски. Переломный момент, когда я встретила мужчину своей мечты, действительно переломный, потому что я наконец-таки, в 29 лет мы познакомились, я поняла, что такое, когда ты замужем. Не замужем, когда ты расписана, а замужем, когда рядом с тобой есть сильное плечо, защитник, человек, который о тебе позаботится, который тебя любит, понимает, и это очень важно. Говорю и сразу думаю так, на самом главном моменте не сядет, у меня батарейка на микрофонах. Тоже жизнь разделилась на до и после, потому что до этого я была какая-то, знаете, суетная, кипишная, что-то мне там надо найти, что-то сделать, у меня какая-то буря в голове была, какие-то поиски, чего-то постоянно. А когда у меня появился мужчина, то он забрал очень много забот на себя, и я расслабилась, и я такой расслабленной себя в жизни не чувствовала. И потом, когда мы уже решили, что мы хотим ребеночка завести, и, конечно, жизнь разделилась на до и после, после рождения ребенка. То есть, жизнь до ребенка и жизнь после ребенка. Это две разные жизни. Вот таких вот три переломных момента, которые я отчетливо помню. Может, еще какие-то были, но вот сейчас я их, что-то не приходит они в голову. Если бы вы могли отправляться куда угодно, какое место, вы бы выбрали, и почему? Ой, ну вот сейчас, сию секунду, я бы отправилась куда-нибудь, где обалденный песок, чистое море или океан, и нет там насекомых, я не знаю, есть такое местечко или нет. И просто по пляжу мне хочется, вот, и со всей своей семьей, вот так вот. Можно? Можно еще перемещаться не самому, а еще с собой людей брать. Привет, Селена, расскажи, как у тебя получилось поменять свой график. Я про часы, просто я до поздней ночи бодрствую, а сплю все равно до десяти, а хотелось бы в семь вставать. Девочки, я встаю под будильник, я встаю в 6.30 под будильник, встаю резко, не даю себе спать, ну вот за все время, сколько я вожу Даньку в садик, я, наверное, просыпала два раза, два или три раза. Вот, и то незначительно, я все равно внутренний будильник меня будил, там в 8 часов, это самое позднее, когда я просыпала, и то мы успевали даже в садик прийти. Никак не перестроила, я просто понимаю, что Денечке полезно ходить в садик, он там развивается, он там занимается, спит, гуляет, кушает хорошо, с ними там развлекается, общается с детьми, дисциплина, и это очень важно. Это мотивирует меня вставать рано. Конечно, если я встала рано, я не люблю днем спать, это день потерян, если я пришла и легла спать, а потом в обед проснулась, ну нахрен надо, нет. Поэтому я встаю рано и ложиться стараюсь до 12 часов. Если у меня какие-то есть дела, я, конечно, их поделаю, но вообще Денечку ложу спать в 9, в 10, и вместе с ним ложусь и засыпаю. Я очень люблю с ним спать, с ним няшечкой, он так вкусно пахнет. Поэтому под будильник вставайте в 7 часов, и все. Вставайте под будильник. Вы, может, и раньше ложиться начнете тоже потом. Здравствуйте. Не хотели ли бы вы какую-нибудь коллаборацию с каким-нибудь блогером? Если да, то с каким? Если нет, то почему? Подружки-блогеры не в счет. Коллаборацию... Блин. Да с любым хорошим человеком. Я с удовольствием хотела бы коллаборацию. С каким? А, и если нет, то почему? Если да, то понятно почему, да? Если нет, то понятно. Все. Ну, в общем, с любым хорошим блогером я бы сняла коллаборацию. Если бы у тебя появилась дочка, как бы ты назвала сестричку, я уже говорила, Вероника. Качество идеальной девушки, на твой взгляд, какая она должна быть по поведению? Я считаю, что девушка должна вести себя очень достойно, как королева. По поведению, ну, это примерно, наверное, вы, наверное, подходит на какие-то королевские замашки, да? То есть, женщина не должна быть наивной, не должна быть какой-то дурочкой, да? Ну, как бы, она может быть какой угодно, но суть ее должна быть другая. Я считаю, что женщина должна быть сильной. Мне интересно, женщина сильная. Я считаю, что настоящая женщина, это женщина сильная, красивая, властная, которая не даст себя в обиду, которая знает себе цену, но при этом добрая, любящая, заботливая, которая может много дать, если вдруг ты теряешь такую женщину, ты чувствуешь, что ты потерял очень многое. Вот. Просто потому, что это такой классный, сильный человек рядом. не знаю в поведении. В поведении она может быть любая. Главная суть, наверное. Нет, ну не любая, нет, не любая. Я не люблю каких-то, знаете, я не люблю сильной манерности, я не люблю неискренности, я не люблю слишком правильных людей, очень, да, и я не люблю слишком неправильных людей. Должна быть какая-то золотая середина. Она должна быть легкая, веселая, с чувством юмора. Я не знаю, короче, много всего. Одним словом так даже не скажешь. Итак, видео это долгоиграющее, получается, потому что у меня садится батарейка и на телефоне, и на камере одновременно. Переехали дальше, осталось совсем чуть-чуть. В каком возрасте собираешься отдавать Дэнни в школу? Представляешь ли ты его школьникам? Если да, то как это? Слушайте, ну, ну, в школу стандартно, да, в сентябре, у него получается, ему в сентябре будет 7 лет. Получается, он с 6 пойдет в школу, да, буквально через месяц ему будет 7 лет. Вот так вот получается. Почти, почти всем пойдет. Ну, как все, как обычно. Вот, пока что я его школьникам не представляю. Смотрю тебя еще со времен тестирования детской косметики с Крис, да, помню, как мы ржали. И все года одеть, надеть и тому подобное тебе припоминали в комментариях. Пытаешься ли приучить себя к правильному произношению, или забила, и подобное уже не задевает? Да, меня в принципе и не задевало особо, мне кажется, это. Ну, поправляют и поправляют. Я как бы говорю, я просто, когда говорю, я думаю о смысле того, что я говорю, а не о том, как я говорю, правильно ли слово или нет. Но я стараюсь, конечно же, менять. Пишут, я имею в виду, учусь, и потихоньку, как бы, какие-то уже многие я слова поменяла. Но вот одевать-надевать до сих пор как-то не привьется мне. Ну, будет один мой изъян такой. Вот. Но нет, я работаю над собой, конечно, меня не парит. Пусть меняют. Я думаю, это больше парит тех, кто пишет, что не так, а вот так, ухо режет. Вот у них ухо аж режет, понимаете? У меня все нормально. Попатывайте, помимо блогерства. Еще у меня есть свой шоурум, но он приносит мне доход время от времени. Когда я им занимаюсь, тогда он приносит мне доход. Вот. Ну и всякий там еще бизнес. Не для афиширования. Скажи про случай неудачного увеличения губ. Было ли такое, что образовывались шарики, комочки или гиалуроновая кислота вытекала из губ? Нет, ничего подобного страшного не было. Единственное, что в первый раз в своей жизни, где-то в 19 лет, я увеличила губы полимером. Причем мне тогда, тогда уже был гель, но я тогда вообще ничего не знала об этом. Я пришла в салон, причем какой-то крутой салон, он типа Клеопатра назывался, где-то в центре Москвы находился. И единственное, что мне сказали, мне говорят, вам какой сделать, на 4 года или на полгода? Я говорю, а чем они отличаются? Ничем не отличаются. Вот временем, сколько стоит препарат. Вот более там плотный какой-то, он там более медленно разлагается, на 4 года. А более там вот гиалуронка, она через полгода рассасывается. Но мне никто не сказал, что коль гиалуронку, не коль этот полимер, там и так далее. Я говорю, ну я знаю, что мне понравится, он мне будет красиво, поэтому давайте мне полимер. И вот в первый раз, в 19 лет, я кольнула полимер. Вот. Потом долго я ничего не делала, он потихонечку уходил, но он как-то криво рассасывался. Вот. От него уже мало, что осталось от полимера, но если поискать, то можно найти. Но так как я делаю гиалуронку и губы все равно пухлые, то как бы я не замечаю, причем если кололи полимер, а это обязательно нужно говорить человеку, который колет вам гиалуронку, чтобы он ни в коем случае не попал в полимер, потому что могут быть осложнения. Я помню, как-то в Москве у кого-то кололо, они мне, ой, это так страшно, так страшно, я уколола мне губы и сказала мне 3 дня пить антибиотики, вот просто так, на ровном месте, да. Сейчас я хожу к своей девочке, которая делает мне, да, она ничего мне такого не прописывает, там, антибиотики и так далее. Она делает аккуратно, по контуру, там, в глубину не идет, как бы, ну, в общем, все нормально. Селена, мне показалось, или ты забросила канал с готовкой еды? И когда появится канал на английском? Сколько уже обещала, и все нет и нет? Интересно узнать, почему у сына необычное имя, с чем связано муж выбирал? Мы выбирали вместе, ничем не связано, единственное, что нам понравилось. Забросила канал с готовкой, у меня не было отдельного канала, у меня была рубрика, но эта рубрика самая мало-мало просматриваемая. А готовить я вообще не особо люблю, да, вот поболтать с вами, вопрос-ответ, да, особенно вопросы про отношения и что-то такое, вот это я могу часами. И даже если мало просмотров на эти видео, я с ними отдыхаю, и мне важно, чтобы меня услышали хотя бы малое количество людей, которые хотя бы эти вопросы как минимум задали, да, я считаю, что это большая польза. А готовка я не очень сильно люблю, еще и не особо сильно хорошо смотрят, прям мотивации нет готовить. А канал на английском языке, в принципе, я не планировала афишировать на российскую аудиторию, вот, но сейчас ролики делаются, их уже много, переведены и продолжают переводиться. Вот когда я буду достаточное количество, тогда я начну создавать канал. Я создала канал, но я думаю, что новый надо создать канал, по-другому чуть-чуть сделать и буду выкладывать туда ролики. Но я думаю, еще афишировать это на русскоязычную аудиторию или нет. Напишите, как вы думаете, интересно ли вам было посмотреть ролики на английском языке. В принципе, английский достаточно понятный, девочки, которые мне переводят. Я сама покомментирую видосы, изучаю прям этот английский. Может быть, кому-то для практики было бы хорошо. Селена, расскажи, пожалуйста, про материнство. Действительно ли жизнь разделилась на до и после, когда родился ребенок, поделись, к чему стоит быть готовой. Да, действительно, жизнь разделилась на до и после. Будьте готовы к тому, что про себя вы забудете. Но я к тому, что, да, первые три года, это вообще, это вся концентрация на ребенка. Но это не так страшно, как кажется. Знаете, может быть, какие-то девочки, которые живут, я там путешествую туда, а хочу, я там то себе хочу, я это хочу делать, и то все. Рождение ребенка, это не так, что вы такие, а не хотите ничего этого делать, да, и вот вас заставляло, это вы хотите куда-то путешествовать. Нет, когда рождается ребенок, вы действительно хотите себя всю ему дарить, и вы только замечаете, что на себя у вас не остается времени, потому что вы просыпаетесь, вы его кормите, постираете, а что бы он ел, а как бы он играл, а как он себя чувствует. И вы вот так вот порхаете, порхаете над этим ребеночком, и просто спустя какое-то время или конец дня, и изо дня в день, вы просто видите и замечаете, что вы про себя совершенно забыли, что у вас для себя совершенно нет времени даже подумать о себе, да, там привести себя в порядок, сделать какие-то локоны, поспать бы, понимаете, первые три года это вот так. Дальше легче, когда садик, ты уже начинаешь чувствовать где-то свободу свою, уже уделяешь себе время, вот достаточно все это решаемо, но первые три года готовьтесь к тому, что вы забудете про себя. И если вы будете о себе вспоминать, то это будет очень сложно воплотить, просто потому что в большинстве случаев катастрофически не хватает времени, и энергии, потому что хочется выспаться. Селена, хочется ли тебе почувствовать себя слабой, готова ли всю жизнь, если сложатся обстоятельства, прождать Робина? Да, да, такого мужчину я готова ждать всю жизнь. Это первое. А второе, не хочу я себя чувствовать слабой. Я не люблю слабых женщин. Не то, чтобы не люблю, я ценю силу женскую. Сильная женщина, она может все. Мне нравится. Я не люблю, когда рядом с сильной женщиной слабый мужчина. Я люблю сильных женщин, я люблю сильных мужчин, я люблю сильные пары. Вот что я люблю. Та-та-ра-там! Расскажи о своей беременности, Денька, и как ты узнала, как родственники отнеслись. Ну, в общем, все-все-все. Ну, во-первых, мы уже планировали, и целый год мы пытались зачать ребенка. Вот. Все мои близкие, в принципе, об этом знали. Когда, наконец-таки, я забеременела, я сначала не поверила, потому что у меня до этого был самообман. Я думала, что я беременная, а на самом деле нет. И когда я забеременела, я не верила. Думаю, а, грудь налилась. Не-не-не, это мы уже проходили. Самовнушение такое дело. Вот. Это у меня уже наливалось грудь, и я была уверена, что я беременна, а она в итоге ничего. Поэтому нет, нет, я не верю, я не верю, я не верю. Прошло определенное количество времени. Я пошла, купила тест, надо пойти купить тест, да, и только тогда, возможно, я поверю. И даже, когда был тест, нет, когда был тест, я поверила. Я поверила. Вот. Но муж мой не сразу такой говорит, точно, точно, говорит, я буду радоваться только тогда, когда ты сходишь на УЗИ, и врач скажет точно, что ты беременная. Потому что я не, ну, как бы, не то, что не верю, он, в первый раз была ситуация, что я думала, что я забеременела с первого раза. Я говорю, все, за, я беременна, сто процентов, вот серьезно, серьезно. Он так обрадовался, так обрадовался, что когда у меня пошли дни, он так расстроился, у него были такие ожидания, и он так расстроился, что аж прям ему плохо было. И поэтому каждый раз, в следующий раз, да, он говорит, нет, нет, я не буду так радоваться, а то у меня опять сердца хватит. И поэтому, пока мы не убедились уже точно, что да, вот, она УЗИ показала, вот тогда можно было расслабиться, и уже холить и лелеять. Беременность у меня прошла прекрасно, я вообще хохотала всю беременность, как никогда. Вот. Я была расслаблена, спокойно, я кормила себя вкусняшками, я радовала себя прекрасным настроением. У меня вообще, ну, как бы, я вот прям бабочка-бабочка порхала свою беременность, охраняла, и все охраняли, вот. И даже бывало, если мы там ссорились, что-то спорили с любимым, я хохотала, у меня какая-то защитная реакция была. Я начинала хохотать, и он хохотал. Мы с ним вообще серьезно не ссорились, когда я была беременна, я вот этого не припомню. Я помню, что я хохотала, и ему становилось смешно. И мы хохотали вместе. Я говорю, ты что, ты сейчас со мной ругается, что ли, вздумал? Вот типа того. Обрадовались, все обрадовались. Если я счастливая, рада, то все рады вокруг. Нравится ли тебе жить в Ростове, не хотела бы переехать в Москву? Переехать в Москву не хотела бы, но погостить в Москве с удовольствием в Ростове мне нравится. Если бы денег не было, то что бы вы делали весь день? Я бы смотрела сериалы, я бы гуляла, фотографировалась бы, выкладывала бы в Инстаграм фотографии какие-то классные, генерировала бы всякие идеи, ой, поубирала бы вещи свои, поразбирала бы, шоурумом занялась бы, наконец-таки, деньги бы появились, блин. И опять, и опять. А я, в принципе, то же самое и делаю, да? Участвовала в шоу такси батл, понравилось тебе? Вроде это в Самаре было, хотелось бы еще. Это было два раза, у нас было в Ростове, с парнем, не помню, как его ник называется, мы здесь с ним батлились, Яндекс.Такси, и потом, да, в Самаре мы были, ездили с Кристиной, там мы батлились с Настей, Туман, вот, помню, да, мне понравилось, было клево. Хотелось бы еще, с удовольствием. Какое было твое самое первое авто? Это было Opel Corsa. Что еще из мебели осталось докупить в квартиру? Ну, самое главное, это мой стол рабочий. Вот. Ну, так, в принципе, все, на балконе уже потом будем смотреть, что из мебели. Не хочешь купить дом и жить, как говорится, на земле? Нет. Мне, кстати, нравится жить не на земле. Я бы хотела второй дом, как дачу. Вот. Но на земле, на земле, так звучит страшно, да? Ближе к земле уже, да? Частный дом просто это с мужчиной только. Сама не хочу быть в частном доме. У меня какой-то день сажания батареек. Батарейки садятся. Безбожно. Почему так яро чистишь все, где не написано хвала в твою честь? Ну, я же любица, мне нужна хвала. Часто замечаю, что с фанатизмом следишь за этим. Зачем тогда спрашивать мнение? Во-первых, вообще без фанатизма слежу. Я в комментарии захожу в свободное время, которое крайне редко у меня есть. Я не бегу, если кто-то даже мне говорит, там, что-то написали, плохое, селена, вот это вот заблокируй, там, про то, вы написали, про то, вы написали, да? Я не бегу, я спокойна абсолютно, когда у меня будет свободное время. Мне в первую очередь нужно делать свои дела, следить за ребенком, там, что-то приготовить, где-то убрать, снять, куда-то съездить. И только когда у меня есть реально свободное время, я вообще сажусь за компьютер и не сразу за комментарии лезу, да? У меня нет времени сразу за ними следить. Я, бывает, через день, через два зайду в эти комментарии и посмотрю, что там написано. И, конечно же, если я вижу, что человек ко мне не с добром, а с какой-то хероборой, я его заблокирую. Но далеко не все комментарии, где не хвала мне, хвала! Такое слово прикольное. Я оставляю очень много чего, мне там поправляют, что-то говорят. Вот. Ну, чисто так, знаете, интуитивно, на свое усмотрение. Что-то оставляю, что-то убираю. Имею право, почему нет? Почему я должна грязь всякую оставлять, фигню всякую? Кто-то не донес, насрал, а я должна оставить? Зачем? Я приберусь у меня на канале. Как только есть возможность, я убираюсь. Селена, как ты ухаживаешь за своим телом? Скрабы, маски или крема? Было бы интересно узнать, что помогает, как часто делаешь. Можно даже видео на эту тему. К лету. Я тоже готовлюсь к лету, девочки. И я хожу к массажисту, который делает мне обертывание, массаж. И вот это вот я всегда замечаю, что это самое лучшее и эффективное. Или куда-то в спа пойти. Кожа тогда мягкая, баркакатистая. То, что я дома делаю, ну да, после душа я делаю крем, да, сыворотку какую-нибудь там наношу на тело, или крем-флюид. Во время купания делаю скрабики. У меня много разных скрабиков. Ну, в принципе, и все. Ничего особенного. Сиреночка, почему в видео нет Танюши? Вы поругались? Ну и последний вопрос от Сэния. Звучит что-то созвучно Селена. Сэния. Селена, умоляю, подскажи. Нас с любимым развело по разным городам, даже странам. Не можем быть вместе по неким причинам с его стороны. Конечно, он трус. Не осуждайте нас. Но у нас любовь. Мы не бросаем друг друга. Как сохранить отношения искру и семью на расстоянии? Как не потерять друг друга? Выбить с мужем тоже на расстоянии? Слушайте, ну вот из всего вашего сообщения мне прям вот прям кинулось вот это слово он трус. Я не знаю, как сохранить семью и тем более на расстоянии, если человек трус. Я не знаю, если честно. Тут ничего не могу подсказать. Но нам удалось все это, потому что как минимум мой мужчина не трус. и вообще нужно иметь большую ответственность в целом, чтобы взять чтобы взять взять ответственность вообще за женщину, за детей, за будущее семьи. Должна быть большая смелость отчасти. Вот. Поэтому вот если бы вы не написали, что он трус, я бы по-другому может быть что-то подумала. Но вот это вот он трус и у меня сразу как-то выбивает это все. Он трус. И что же здесь можно посоветовать? Трусам вообще тяжело в жизни. Не всего бояться. Очень сложно что-либо сохранить. От трусости все может поломаться. Нужно быть сильным. Поэтому я люблю сильных людей и сама сильная. Вот такие делы. Ну что, мои хорошие, я ответила на все вопросы. Если какие-то вопросы не попали в видео, это значит, что их уже задавали много раз. В предыдущих видео вы можете зайти в плейлист вопрос-ответ и посмотреть мои предыдущие видео. Потому что про мужа, про воспитание ребенка много-много я уже всего отвечала. Вот. Поэтому, чтобы здесь не повторяться, постаралась какие-то новые вопросы ну или кратенько на каких-то ответить. Все. Надеюсь, мое видео вам понравилось. было полезным и интересным. Вы узнали то, что хотели, услышали. Может быть, узнали у меня еще немного больше. Вот. И если вам понравилось мое видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И я вас приглашаю в мои прямые эфиры. Они сейчас проходят довольно-таки часто. Я планирую их делать вообще через день. То есть, если, например, сегодня у меня вышел влог, то завтра будет эфир. Вот так планирую. Но, может быть, не каждый вот так раз через день. Но стараюсь делать довольно часто. Поэтому заходите в прямые эфиры и в прямом эфире прям тет-а-тет онлайн, смотря мне в глаза. Вы сможете задать любой вопрос, на который я отвечу. Вот. Плюс я планирую делать эфиры тематические, чтобы была какая-то тематика в видео. Ну, и подогревать ваш интерес. Есть у меня несколько идей. Вот. Так что, жду вас всех в прямом эфире. Все. Я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Жду ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok